2016 год указом президента Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко объявлен годом культуры. В принципе, пинчане, в частности, наш отдел во все времена, невзирая, какое название носит тот или иной год, работает ответственно, качественно. Нам всегда хотелось бы пинчанам и гостям нашего города предложить какие-то новые мероприятия на хорошем, качественном уровне. В этот год год культуры, отдел идеологии, культуры и по делам молодежи акцентировал внимание на посещение пинчанами уже имеющихся в нашем городе учреждений. Не каждый город может похвастаться таким шикарным музеем, как у нас музей Белорусского Полесья. Концертным залом, он, пожалуй, один единственный в Брестской области, где с удовольствием выступают представители камерного жанра. Это шикарный театр, который предлагает новые постановки как для взрослого поколения, так и для деток наших. Хороший шикарный ремонт в кинотеатре сделан с просмотром в системе 3D. Я думаю, что сегодня пинчане вместе с нами радуются за те позитивные изменения, которые происходят в городском парке культуры и отдыха. Не менее значительными были реконструкция мемориального комплекса освободителем города Пинска. Работы в доте Молчаново, который привлекает теперь туристов в наш город. Сегодня проходит реконструкция детского парка по улице Зои Космедемьянской. Помимо этого в нашем городе увеличилось количество интересных мероприятий. Это и велопробеги, и парад невест. Из последнего – хореографический спектакль «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, который поставили учащиеся Пинской детской школы искусств номер 3. Я восхищена качеством постановки, костюмами. Понятно, это очень затратное мероприятие, но это новый уровень. Поверьте, я очень люблю классические спектакли. В Минске я всегда посещаю большой театр, но я вышла с такой гордостью за наших пинчан, за школу хореографическую номер 3, которой руководит Оксана Метельская, за весь коллектив, за детей, за родителей, просмотрев этот спектакль. Кстати, в планах привезти в наш город популярные российские группы. Правда, говорит начальник отдела Валентина Николаевна Кулак, зритель пинский уж слишком избирателен. Пинчане очень часто жалуются, особенно в социальных сетях, что Пинск мало посещает звезды. Дорогие мои соотечественники, пинчане, Пинск могут посещать звезды любого уровня. Но, соответственно, и оплата за их приезд будет велика. 14 июня, в день освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков, планируется, что наш город посетят с большим концертом. Братья Дмитрий и Георгий Колдун. Билеты уже можно приобрести в кассах города. Я вас всех приглашаю принять участие в этом грандиозном мероприятии, которое состоится 14 июля на стадионе «Волна». Волинь. 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 Продолжение следует...